Привет, народ! Это снова я, Дайфун Друплин, и моя обучающая рубрика «Как научить детей». Хотя она уже давно вышла за рамки обучения детей. Сейчас мы обучаем и взрослых, и детей, и их родителей, и тренеров. Так вот, где? Сегодняшняя наша тема очень интересна будет, особенно для начинающих танцоров или, ну, не очень опытных, возможно, опять же, тренеров. Итак, вопрос такой. Когда тренер показывает какое-то движение, да, обучение происходит посредством изучения движений, ну, не то чтобы сказать нередко, а практически все время происходит так, что тренер показал, показал, показал какой-то степ, к примеру. Медленно, быстро, без музыки, подсчет, без счета, и вроде все, все получается. Потом включает музыку и говорит, ну, давайте сами садиться, смотрит. А это совсем не то. В чем же дело? Фишка в том, что начинающие танцоры в силу своей необычности, закрепощенности, какой-то закомплексованности, неуверенности, незнания, короче, в силу того, что они начинающие, очень сокращают движение, да, то есть, если движение выглядит вот таким образом, они делают вот так. Если движение вот такое, они делают вот так. То есть, они стесняются, они стесняются себя раскрыть широко, да, но, если посмотреть на это с технической точки зрения, то становится видно, что они просто уменьшают амплитуду движения. Вот вам и ответ. Следует, как научить детей, начинающих детей, танцевать сразу, повторять шаги. Следует объяснить им, что нужно делать полную амплитуду. На первом уровне проработки, а мы поговорим еще о уровнях проработки в следующих видео, существует несколько уровней проработки каждого шага. На первом уровне проработки очень важно повторить правильную амплитуду движения, то есть, широкую, такую, как она есть, ну, если она широкая, конечно. Вот, и таким образом получается, что в заданный ритм движение будет получаться нормально, потому что они, время между битами, которые заданы для исполнения этого шага, будут полностью использованы за счет амплитуды. Да, они укорачивают, вместо того, чтобы делать так, как они делают, они укорачивают движение зачастую, у них остается много времени, а так как они неопытные, они начинают выбиваться из ритма, спешить или опаздывать, но зачастую спешить, делать быстрее, чем нужно. Поэтому, все очень просто, сразу же выставляйте правильную амплитуду, если вы преподаватель, или сразу же выставляйте для себя, да, границу правильной амплитуды, если вы танцор. И сразу же новые штепы и шаги, которые вы будете изучать, у вас сразу же будут получаться. По уровнях позже. Пис.